Будущее обустройство границ России и других стран. Часть первая. Недавно один брат прислал мне письмо на электронный ящик с пророчеством о последних временах, касающихся границ будущей России и других стран. «Помещу его здесь по датам, в которые это послание к нему приходило. Я не собираюсь ни комментировать, ни давать здесь оценку этому пророчеству. Оставляю на суд возрожденных святых, как сказано. Пророчество не уничижайте, все испытывайте». 1 Фессалникицам 5 глава с 20 по 21 стих. И еще. И пророки пусть говорят, а прочие пусть рассуждают. 1 Коринфянам 14.29. Это пророчество не касается доктрин, поэтому не может быть признано ни неправильным, ни правильным посредством анализа или оценки способа его получения или лукавых подозрений в отношении этого брата, например, в национализме. Поэтому можно просто оставить все без какого-либо сложившегося мнения или заявленного отношения к этим записям. Я, например, так и сделал. Когда брат описывает, как приходит к нему пророчество и видение, то по моим пониманиям, которые я подчеркнул из Писания и книг о пророческом, все это вполне совпадает с тем, как описывает это признанные в теле Христом пророки Господа. Со своей стороны могу добавить, что знаю брата как любящего Господа и хранящего его заповеди. Последнее, что хотел бы добавить, это то, что все известные признанные пророки почему-то живут в Америке, а не в России. А такого не может быть, ведь церковь не существует только в Америке. Этим я не пытаюсь возвести этого брата в ран служения пророка, а не просто пророческого дара. Если Бог и призвал его к этому, не мне решать, так оно на самом деле или нет. Итак, 27 ноября 2008 года, четверг. Дал мне Господь все-таки и сегодня знаки, только попозже. Это было продолжение вчерашней молитвы, когда я начал молиться за пасторов. Только если вчера я молился о церкви, то сегодня я молился о политике. Точнее, во время молитвы я прочертил будущие границы России. Хотите спорьте, хотите нет, но Россия будет больше, чем сейчас. Как смутно я видел уже вчера, она будет немного меньше, чем бывший СССР. Некоторые куски на западе и юге так и останутся отрезанными и станут совершенно самостоятельными. Окончательно превратятся в самостоятельное государство. Но на большинстве территорий бывших советских республик самостоятельность зайдет в тупик и прекратится. Это не значит, что России надо быть агрессивной и давить на эти государства. Но все же в свое время Бог вернет России многие отнятые у нее недавно земли. Почему? Я не знаю. Но для меня это пока мой приход от Бреста и до Камчатки, от Орала и Батуми до севера. Я не собираюсь отворачивать пасту от пастырей. Но все мы – овцы Иисуса. И если меня Бог призвал проповедовать и дал проповедовать в основном на этой земле, я буду делать это письменно ли, устно ли, как получится. У меня нет восторженности по поводу будущего расширения России. Я понимаю, что воссоединением, когда оно еще случится, возникнут новые проблемы. Уже сейчас выросло новое поколение в разорванной стране. И культура уже немного разная в этих кусках. Но раз так Бог решил, так он имеет на это право. Решил бы он раздробить Россию окончательно и на это имел бы право. Решил вот так, так он прав. И кто ему скажет, что ты делаешь? Кто может воспрепятствовать тому, что он делает? Первая реакция моей была скрыть, спрятать все это. Но помолившись Богу, я решил опубликовать и это слово Господне. Я понимаю, что это угодно ему. Предел России в 21 веке Итак, я молился на иных языках и начал во время молитвы чертеть будущие границы России. Я не знаю, когда Россия будет в таких границах. Сроков не было указано. Опять это была молитва, во время которой я рисовал пальцами разные знаки. Сначала я нарисовал корону. Ну, такую же, как в сказках про русских царей. Я понял, это корона российского правителя. Потом я нарисовал что-то вроде степной кочевничьей шапки. Я понял, российский правитель будет и правителем степей. Я заинтересовался такому повороту событий и стал рисовать дальше. Теперь я рисовал волны. И тут же вспомнил эти волны. Они были на флаге Эстонской ССР. Я удивился, неужели и Эстония вернется в Россию. Это было невероятно. Она в Евросоюзе. Я продолжал молиться. И рисовал эти волны настолько долго, пока не убедился, что Эстония войдет в Россию. После этого я стал чертить границу будущей России. И продолжал все это время молиться иными языками. Я чертил границу пальцем по столу. Когда не хватало места на столе, чертил дальше, в воздухе. Карты передо мной не было, но я примерно представляю карту. Итак, я начал чертить границу с севера. Финская граница была нынешней. Потом, к моему некоторому удивлению, я включил в Россию не только Эстонию, но и Латвию, и даже Литву. Дальше я отсек рукой ломать от России. Калининград придется отдать. Я много раз проводил эту линию, показывать, что здесь пределы России, что Калининград не российский, это плата. Потом я очистил область, стер рукой все, что там было. Она оказалась пустой. Жителей придется выселить. Потом я снова провел границу между Литвой и Калининградской областью. Теперь уже тщательно, показывая, что не надо отдавать больше, не надо отдавать ничего от нынешней Литвы, даже кусочком, даже северной части Куржской косы. Потом я быстро провел границу вниз по нынешней Белорусско-Польской, без каких-либо затруднений. Также я провел северную часть нынешней Украинско-Польской границы. Но там, где Польско-Украинская граница уходит на юго-запад, я повел линию на юго-восток. Закарпатье и область от Львова на юг, юго-запад и юго-восток. Я вывел в отдельный квадрат. Я подумал, автономия, но никак не мог двинуться дальше. Долго я очерчивал этот кусок в воздухе и никак не мог двинуться дальше. Я твердил одно и то же слово на языках. Внутренне я вроде и понимал, в чем дело, но никак не мог окончательно удостовериться. Тогда, в конце концов, я сказал по-русски слово, которое вертелось у меня на языке. Самостоятельность. Они не будут к кому-то присоединены, но это будет самостоятельное государство или государство. И вслед за этим я перешел к Молдавии. Молдавия осталась за пределами России, но границу было разрешено провести по Днестру, присоединив Приднестровье. В южной части, где нынешняя молдавско-украинская граница поворачивают от Днестра и моря на запад, граница должна остаться нынешней. Большего забирать не было разрешено. Можно только немного оставить проход к этому анклаву, чуть расширить его, но только немного. Потом рука уверенно от Устья-Дуная на восток стала очерчивать берег Черного моря. Она чертила Крым, перешла к Северокавказскому берегу. Мне стало интересно, где же она остановится. Рука смело прошла по Абхазский берег и пошла вниз дальше. У меня не было карты под рукой. Ну и словно она была, видимая глазами духа. Что интересно, вчера я порвался взять карту и молиться, и смотреть по ней, что будет. Но большая часть книг у нас дома упакована в коробках. Был один атлас. Он всегда лежал на видном месте. Но вот несколько дней как пропал. Наверное, дети куда-то его заныкали. Я искал его вчера долго. И так и не нашел. Потом успокоился. Понял, что Бог не хочет, чтобы я лазил по карте с намерением выяснить, что же будет с этими землями в будущем. Теперь я понимаю, карта бы только помешала. Должна быть в этой ситуации духовная карта. По крайней мере, в начале. И так я чертил по ней дальше. Палец пошел вниз от Черноморского берега Абхазии, продолжая черчивать берег Черного моря. Уверен, он дошел до Турции. Потом очертил Грузию, оставив вне России Армению. И остановился перед Азербайджаном. «И Азербайджан тоже?» Внутренне спросил я. «Все это время я молился иными языками, а передо мной словно лежала карта. Ее куски я видел духом, по ней и чертил. Но про Азербайджан я замотал головой отрицательно, сам себе. Хотя было такое ощущение, что этот дух помотал головой моей. Это было, как если напротив тебя сидит собеседник и отрицательно мотает головой». И Палец стал чертить дальше, по нынешней российско-азербайджанской границе. Дальше он перешел через Каспийское море и стал чертить примерно между Казахстаном и Туркменией. Дальше Аральское море полностью вошло в Россию, но южно-казахский Чимкент был отдан за это Узбекистану. Далее Палец поделил Киргизию. Частью осталась в России, но киргизская часть Ферганской долины была отдана тому же Узбекистану. И дальше Палец махнул вправо и не стал чертить, мол, дальше граница, как и сейчас. Впрочем, он остановился на одном моменте, на Дальнем Востоке. Долго, много раз он чертил линию, отделяющую Южный Курилл от Японии. Отдавать Южные Курильские острова Японию было нельзя. Я не удостоверился одним разом. Я продолжал молиться и внутренне спрашивал у Бога обо всем этом. И начертил еще раз то же самое. И еще раз начертил то же самое. С Калининградом, который надо будет освободить, но больше, чем территорий нынешней области, отдавать не надо. И даже литовскую часть Куршской косы не надо отдавать. И с Куриллами, которые отдавать не надо. Потом мне стали интересны частности. Во-первых, Западная Украина. Я еще раз нарисовал ее. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть ее территория заходила углом в Российскую. Чуть севернее Молдавии. Потом граница поворачивала на Юго-Запад. И тут же быстро примыкала к Молдавии. Получился косой ромб, у которого, к тому же, оторвали нижний угол. Далее я усомнился насчет Тбилиси из-за недавних событий на Кавказе. И снова я стал рисовать за Кавказскую российскую границу. Снова она пошла от Черного моря, от Турции. Потом дошла до района, где в Грузии, рядом с рамянской границей, живут армяне. Я спросил, а как этот район? Дух ответил, настолько странно, словно и мне. Здесь, как хотите, можете передать Армении, можете оставить. Далее повел Палец и захватил в Российскую территорию и Тбилиси. Теперь все здесь было ясно. Но далее последовало уточнение. Миновав российско-азербайджанскую границу, Палец очертил большой четыреугольник вниз по морю, почти до Ирана. Азербайджану и Туркмении оставались лишь прибрежные воды. Иранские воды тоже не вдавались Каспии. Но почти все море до иранских вод был российским. Теперь Россия по морю имела границу с Ираном. Еще я спросил насчет Дальнего Востока, северни Курильских островов. Там много американских островов. Но дух указал, что на них претендовать не нужно. Я спросил отдельно про остров Святого Лаврентия, который вдается в российскую территорию. Но и этот остров не перейдет в Россию. Дальше я спросил про север. О нем сейчас идут споры, кому будет принадлежать ледовитый океан. И я нарисовал дугу над Россией, как на картах до сих пор у нас рисуют границы полярных владений России до Северного полюса. Еще была странность с Норвегией. Я пропустил ее вначале. Граница с ней короткая. Но потом вспомнил про нее и стал спрашивать у Бога. Я рисовал и рисовал Норвегию, а потом Россию. И на нынешней границе этих стран все рисовал палочку. Изверху которой сходили лучи во все стороны. А границу между ними как будто и не было. Я ничего не мог понять. Норвегия будет в составе России. Но внутренне понимал, что не будет. Потом меня осенило, что это за палочка. Это были радары. Или что-то в этом вроде военное. И после этого я стал ставить от российской границы эти радары по всему норвежскому берегу Северного моря. Я дошел до Балтийского моря. Но и тут не успокоился. Повернул вместе с берегом на северо-восток и продолжал ставить радары до шведской границы. Дальше их не ставил. Ни по границе Швеции и Норвегии, ни по шведскому берегу. Потом я ставил палец то на Швецию, то на Финляндию. Палец радостно прыгал. Это люди в этих странах были рады северо-западному счету. Странно. Раньше они оборонялись от России. А теперь от кого-то оборонялись российским оружием. Дальше я вспомнил про норвежский архипелаг Шпицберген. И снова перешел на север. Палец начертил, что Шпицберген останется в Норвегии. Теперь он начертил и короткую границу между Россией и Норвегией. Она оказалась такой же, как и сейчас. Еще вернуться к границе с Туркменией. Мне показалось, что я ее воспринял слишком примерно. Но дух чего-то говорил про пересыхающий залив Карабугас-Гол. Теперь отчертил его Россию, но только его. Дальше граница, обогнув залив, грынулась к нынешней Туркменской границе. Как и в прежние разы, российским оказался Арал. Узбекским Чикмен. Из Сыкуль к Киргизии. И горы отошли России. Киргизская часть Ферганской долины Узбекистану. И дальше палец снова отказался чертеть, мол, все как и сейчас. Да еще меня заклинило на Закарпатье. Оно было отдельно как-то от Западной Украины. Я стал спрашивать, может оно самостоятельно? Но ответ был отрицательным. Может оно будет российским анклавом? Опять был ответ нет. Оно не будет в Польше, ни в какой другой стране, но именно в Западной Украине. А столицей будет Львов. Но Закарпатье будет автономным. Еще было о нем много странного. Сначала я нарисовал в Закарпатье точку, из которой исходят лучи. Это было похоже на радары, что я рисовал на Рвее, но без палочки-ножки. Радары, спросил я. Нет. Потом я рисовал еще какие-то устройства. Потом рисовал, то ли планеты крутятся вокруг Солнца, то ли что-то вроде атома. Потом изображал, как в горах роют какие-то туннели. И что-то там странное происходит, чего я никак не мог понять. В каком-то объеме какие-то странные взвешенные штуки делали какие-то странные движения. Сколько мне пальцы не показывали, сколько я не молился, толком я так и не понял этого. Хотя я повторял эти жесты много раз. И все было одно и то же. Единственное, я пришел к выводу, что это были какие-то физические опыты, важные для России и для других стран Европы. Еще я прочертил из Закарпатья три каких-то дороги в Россию через Западную Украину точками. Потом я нарисовал странную волну из Закарпатья в Россию. Она угасала в сторону России. Странность у меня была в том, что волны были не плавные, а углами, словно зубья пилы, повернутые в обе стороны от оси, уменьшающиеся в сторону России и направлены в ее сторону. Потом я нарисовал три дороги в Россию, что рисовал прежде точками, обычными волнистыми волнами. Они не уменьшались. Может быть, что это что-то связанное с энергетикой, с производством энергии или каким-то новым технологиями, может с космосом. Я толком этого не понял. Чтобы Россия стала в новых границах, ей надо сначала очень много сделать внутри страны. Придется сильно понапрягаться и власти, и народу, чтобы сделать страну привлекательной, удобной для жизни. Без этого невозможно сбыться написанным. Но оно и сбудется. Все это не значит, что надо развязывать войны, оказывать слишком усердное давление на ближние страны. Нужно ждать своего часа. Также ради всего этого не упускать внутренних дел страны. Это важнее. Когда же будет видно, что Бог передает ту или иную землю в руки России, надо действовать. А пока надо пошагово, когда это возможно, привязывать эти территории к России. Когда невозможно терпеть. Терпение в этом деле и приведет к успеху. Конечно, это не означает, что не надо делать союзниками территории за пределами прочертанных границ. Напротив, нужно стараться иметь добрых соседей. Но брать территории с верхочерченных границ нельзя. На этом пока эта первая часть будет закончена. Следующая будет в следующем виде. Следите за объявлениями. Благословения вам всем!